Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, любящего создание Своё. Отец Небесный, Ты отдал Сына Своего на распятие, чтобы Он издал грехи всего мира, и, веруя в Него, мы получим спасение. Ибо нераскаянный грешник будет бросен в озеро Огненное, где плащ и стон во веки веков. Аллилуйя! Господи, Ты прикрой наготу этих людей, скрой их без стыдства, ибо никакой блудник, прелюбодеев, царствие Божие не войдет. Его ждет вечная мука. Коснись их сердец. Господи, помилуй, Господи, не знающих Тебя, которые не взывают к Тебе. Хвала Тебе. Господи, мы благодарим Тебя, наш Иисус, за все Твои милости, изреченные в Слове Божьем, в Священном Писании, в Святой Библии. Господи, соделай, чтобы все христиане пошли на благовестие, и старые, и малые, и грамотные, и невежды, возвестили о любви Твоей. Господи, исправь все, что враг разрушил в Скинии, церкви Твоей православной. Слава Тебе. Коснись сердца патриарха, епископа, священников и паствы. Вырви и выбрось сребролюбие, чтобы они не учились жить бедно. Господи, раздали свои богатства нуждающимся. Дай им рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Аллилуйя. Ты сказал, воззови ко мне, и я услышу Тебя. Слава Тебе, наш Христос. Слава Тебе, милосердный Создатель. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария. Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила исти Христа Спаса Избавителя душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и притсно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Сарю небесный, утешитель души истины. И живи здесь, и сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверной плоти и духа. Избавь Божия души наши, аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ты наводишь страх на нечестивых, ибо они не знают Тебя. Ты сам называешь их отребья земли, люди без имени. Дьявол похитил их души и пленил прелестью этого мира, временного и скоро приходящего. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, благодарю за все милости, какие Ты оказываешь нам. Косни сердце детей, обрати их к себе. Благодатью Духа покрой их, Господи, ибо таковых есть Царствие Божие, как Ты сказал. Дай им послушание добрым родителям, чтобы они верили в Тебя, знали Слово Божие. Приведи их ко святому крещению, в святую православную церковь. Аллилуйя. Иисус детей грудных, Ты устроил хвалу, которую воспевали остану вышних. Благословен грядущего имя Господня. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Десять, обрати их. Помилуй нас, Владыка, помилуй нас. Господи, не оставь нас одиноких. Ты сам прибудешь и наполни смыслом жизнь каждого человека, с кем мы встречаемся. Кому возвещаем Слово любви Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. Во веки веков. Аминь. Господи, пошли добрых христиан, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем открой истину Твою. Только Ты, единый, можешь дать спасение людям. Хвала Тебе, наш Господь. И дух и невеста говорят, приди. Ей, Господи, гряди. Мы ждем Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисло я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, наш Господь, Христос, за любовь Твою, за смерть на Голгофском кресте. Ибо Ты взял грехи мира на себя, чтобы человек, верующий Тебя, мог получить спасение. Ибо неверующий будет вечно гореть в огне, в гиене огненной, а праведники веселиться в царстве Божием. И человек, решая свою участь здесь, пока он на земле, и за гробом нет покаяния. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, как говорит великий Златоуст, ни я, ни Бог тебе не поможет, если Ты себе не поможешь. О, человек, сегодня Ты можешь оправдываться своими делами, но это не поможет на суде Божием. И только заместительная жертва Иисуса на Голгофском кресте дарует человекам прощение. Аллилуйя. Слава Тебе, наш Господь и Бог. Ты позволил нам посетить это место разврата и прелюбодейства. Укажи этим людям, что никакой блудник, пьяница, табакур и наркоман Царствия Божия не войдет. Господи, слава Тебе. Милости Твоя полна земля. Возвысь и освободи от всего ненужного православную церковь, чтобы она была как город на вершине горы. Поставь истинных пастырей, любящих паству свою, благослови патриарха, епископов священства, паству и даруй всем духовное рождение свыше. Водительство Духом Святым, о чем говорил Серафим Саровский. Помилуй нас по молитвам Твоих святых, избранных Твоих, наших ходатаев. Аллилуйя! Ибо так возубил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородному, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И апостол говорит, делаю не то, что хочу, что ненавижу, то делаю. И хотя Он сказал это о всех людях, о них к себе относил, но мы такие. Избавь нас, пощади, исполни благодатью Духа Твоего Святого. И этот мир грешный обрати, благослови правителей мира, сохрани, Господи, их от покушения на них, наведи страх Твой на них, чтобы они издавали мудрые законы, коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. И научи насценить мирное время, Господи. Только Ты можешь помочь детям Сирии, забытым и заброшенным. Сколько их там погибает. Владыка, сжалься над наследием Твоим. Коснись их сердец. Пошли им все потребное. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. У вас какие-то вопросы есть? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Говорите. Как Вы относитесь к порнографии? Отрицательно. Ибо смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал в сердце своем. Христос это сказал. Хорошо, я понял. Есть такой вопрос у меня, очень серьезный. Да, в рай, там был Адам и Ева, правильно? Да. Отлично. После рая, когда всех изгнали, как появились дальше люди? Потому что Адам создан по образу и подобию Бога, Ева создана из ребра, а кровное смешание – это грех. Как появились дальше люди? Греха никакого не было, ибо закона не было. И никакого кровное смешание тогда не считалось. Ибо если нет закона, то нет и нарушения его. Он придет только... Нет нарушения, очень правильное утверждение. То есть Адам с Евой создали дальше людей, правильно? Вы не выслушали ответ, поэтому вам не нужен ответ. Вы только постарайтесь, когда мы будем говорить, чтобы скверные слова у вас не были. Ой, вы знаете, я могу материться, могу нет, поэтому... Но за всякое слово, Господь говорит, за всякое праздное и гнилое слово люди дадут отчет. Если вы про Адама знаете, вы про себя должны знать. Я про себя знаю. Ну, так вы знаете, тогда зачем? Я знаю, могу, могу. Это не свобода, это рабство. Если свобода – это рабство, тогда что такое свобода? Я говорю, это ваша не свобода, а рабство. Я не назвал свободу рабством. Свобода – Господь предложил благословение и проклятие. Вот жизнь, вот смерть. Избери, человек, но добавляет, зачем вам умирать? И так же? Слушай, я понял вас. Я человек науки. Да, есть доказательства, есть всякие обоснования. Где доказательства того, что был Бог? Слово Божие говорит об этом. Ибо невидимые его, через рассматривание творений, видимы. Так что люди эти безответны. Безответны, то есть ничего нельзя сказать. Вот у меня наушники лежат. Я же знаю, что это не просто ветер надул. Кто-то есть. Я не знаю, в каком городе. Ты посмотри, как созданы насекомые. А их насчитывается не мало, не много. 500 тысяч разных видов. По сегодняшний день всех нет. Сколько животных. Доказательства существования Бога где? Я не ответил вам еще. Вы не любите слушать. Вопрос задать легко. А ответить на него намного труднее. И об этом говорит Слово Божие. Рассматривая творение. Мы видим, что человек не мог сотворить. Кто сотворил? А человек от природы. У природы нет разума. А человек с разумом. У природы нет совести, ни одного животного. У человека совесть. Откуда это? Исаак Ньютон при слове Бог снимал шляпу. Дарвин, говорит, я никогда не учил, что человек от обезьяны произошел. Он до смертного часа был в старинстве в церкви. Он только показал видоизменяемость от прислабления. Дарвин был в церкви. Просто вся теория жизни по Дарвину. Не, не, не. Стоп. Подождите. Вы сказали о том, что у человека есть разум, а у животных его нету? Нет. Я сказал, у природы нет этого разума, который помнит вчерашнее и благодарит. У животных есть разум? В природе нет того, чтобы человек жертвовал, как человек жертвует собою. И чтобы любил врагов. Такого нету. У животных есть разум? Разум какой? Они чувствуют приближение смерти, опасность. А вы избирать, где доброе, недоброе, они не могут. И все. Я вам ответил. Вопрос закончен. Вы спросили, я ответил. Мы не спорим. Вы не приняли. Динозавры были? Динозавры были? Я говорю, вам не нужны динозавры. Динозавры были? Они существовали в этом мире? Вы хотите знать, что касается вашей бессмертной души? Вы умрете, вам динозавры нужны, если душа будет брошена в ад. Я умру, и я никуда не уйду. Если бы так, зачем тогда? В другом, динозавры существовали, они были в этом мире? После сотворения Богом мира существовали ли динозавры? Вам ответ не нужен, понимаете? Вам охота. Я задал вам вопрос. Я вам отвечаю, что это вам не нужно. Вы пришли к врачу, попросили вам ответить. Я отвечаю. Вы пришли к зубному врачу, вам не надо знать, какая погода на улице. А были, не были. Были или не были, это нас не касается. А были, что изменится-то? Как человек матерится, так и матерится будет. Бог, Бог. Его последователи, да, 12-х веков, его спередали. Это все не доказано. Давайте про динозавры доказано. Простимся, вам это не надо. Но в том, существовали ли динозавры в нашем мире, который, по вашей теории, создал Бог? Так, давайте простимся. Вам это не нужно. Да, мне это очень нужно. Вы не знаете, если... Но вы не можете ответить. Поэтому перестаньте верить в то, чего невозможно. Вот в это и не верьте, что невозможно. Атеист верит в нуль. Как Достоевский говорит, в пустоту верит атеист. Он тоже верующий. В лопух на могиле. Развратничать можно, убивать. Что угодно. На могиле, в которой лопух растет, в это они верят, что умрут. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи, Ты возвести миру, что никакие прелюбодеи, блудники в царствие Божие не войдут. И ждет червь, не умирающий, а огонь не угасающий. И они будут брошены в огонь вечный. Вразуми их, Господи. Да бы они искали Тебя, признали любовь Твою. И обо они стали, как животные. И что знают по природе, как бессловесное животное, тем растлевают себя. И это кончится, как в одна минута пролетит эта бедная, несчастная, бессмысленная жизнешка. И с чем Ты пристанешь, о человек? Ты воззри на небо, посмотри на красоту Божию и воздай славу Создателю, который призывает нас познать любовь в Его Сыне, который умер за наши грехи и вознесся. И снова грядет судить этот мир. Слава Тебе! Человек кищит со своим разумом, называя себя мудрыми, а безумели. Так свидетельствует Священное Писание. Так говорит Дух Святой о людях, которые надмиваются разумом своим. Одна минута, и человека уже нет. Наступила вечность, у которой нет конца. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Господи, Ты позволил нам в эту бездну тьмы погрузиться, сказать людям о любви Твоей. Чтобы они узнали, что есть великая цель жизни – прославить Творца вовеки. Хвала Тебе! Слава Тебе, милосердный Господь! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Кроме Тебя нет иного Бога. Ты, любящий Создатель, Ты призываешь человека к покаянию. А Сатана обольстил его, помутил разум, и человек не знает, как бесноватый, для чего он живет, что с ним будет через минуту. Дьявол не позволяет ему видеть свет, и он не видит его только через дымовую завесу. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, Господи! Счастье поклоняйся во веки веков! Аминь! Благодарю Тебя, мой Господь, за слово Твое, за милость и долготерпение Твое, Христос, Спаситель наш! Господи, возвысь церковь Твою, святую и православную, и освободи всех, начиная от патриарха и епископов, от корыстолюбия, от симонии. Тебе, Боже слава, Тебе, Боже хвала, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь! Аллилуйя! Господи, мы благодарим Тебя за этот новый день, которого никогда еще не было во Вселенной. Ты коснись сердца людей и покажи, никакой прелюбодей, никакая блудница в Церкви Божией не может стоять вместе с верными. Даже на земле их ожидает гиенна огненная. Устраши их страхом Твоим великим. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебя, мой Господь, за Слово Твое Святое, которое Ты оставил и сказал. Я бодрствую над Словом Моим. Ни одна йота и ни одна черта не исчезнет из закона. Хвала Тебе! Ты открылся нам, Сыне Твоем, Иисусе Христе, в любви Его безмерной. Он жизнь отдал за нас и кровь Свою пролил. Страданием на кресте Тебя Он искупил. Он жил, жизнь отдал Тебе. А чем воздал Ты мне, говорит Господь? Хвала Тебе! Мы просим Твоей милости на этот день, которого еще не было никогда во Вселенной. И мы не знаем, что нас ожидает. Но Твой добрый ангел-хранитель да сопутствует нам, да защитит и помилует. Ты, Господи, направь мысли наши к горнему, к вышнему, к неземному. А о земном, Господи, Ты заботишься и посылаешь все необходимое. Посети страдальцев Твоих в вузах, тюрьмах, психиатрических лечебницах. Прости к ним в длани Твоей святые. Хвала Тебе, наш Господь Христос! Слава Тебе, милосердный Создатель! Аллилуйя! Ты наводишь страх на грешников. И вот они, как прах, возметаемый ветром от крестного знамения, падают и вопиют, но нет спасающего. Ты, Давиду, позволил их попирать, как грязь уличную. Аллилуйя! Слава Тебе! При одном слухе о Тебе, Господи, трепещет в укреплениях своих. Слава Тебе! Ты утешил нас благодатью Твоею, что Ты умер за грехи людей по Писанию. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога. Господи, покрой без стыдства и наготу людей любовью Твоею, ибо никакой блудник, прелюбодей, царствие Божие не наследует. Нас ждет его геенский огонь. Прикрой их без стыдства и наготу, не дай им погибнуть. Ни один раз врать их царствие Божие не войдет. И падают они, и попираешь ты их ногами, Господь. Слава Тебе! Господи, Ты показал нам похищенные дьяволом души, которые ничего не знают о любви Твоей. Мы благодарим Тебя и славим милости Твоей. Хвала Тебя! Честь и поклонение! Прикрой, Господи, без стыдства людей. Только Ты это можешь сделать, пробудить их совесть. Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. И дай смысл жизни, не знающим Тебя. Пробуди их совесть. Коснись их сердец. Господи, Ты сам возвести им, что за каждого из нас Ты принес страдания, жертву за грех. Умер за нас на Голгофском кресте. И веруя в Тебя, человек может иметь жизнь вечную, независимо от того, как он жил до этого времени. Ибо Слово Твое гласит, никакой блудник и прелюбодей Царствие Божие не наследует. Хвала Тебе. Ты достоин всяческого прославления. Ты послал свидетелей Твоих по всему миру, чтобы они возвестили о любви Твоей. Ты сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Аллилуйя. Сори государства, возникают и исчезают. А Ты вечен. И закон Твой вечен. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Открой многим людям истину Твою, что Христос умер за грехи всех людей по Писанию и ждет с покаянием. Ибо без примирения с Тобой ни один не спасется, учат всех блудников, разбратников в озере горящим огнем и серую, где червь их не умирает и огонь не угасает. Господи, возвести им о любви Твоей безмерной. Хвала Тебе. Помилуй наследие Твое, ибо они сотворены были по образу Твоему и потеряли подобие. Слава Тебе. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и защити. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, за ту красоту, которой Ты украсил этот мир. Слава Тебе. Хвала Тебя наш, Господь. Велика милость и щедроты Твои. Ты нас помилуй и спаси. Благодатью Твоею. Благодарим Тебя наш, Господь, за этот день, которого никогда еще не было во Вселенной. Пошли добрых благовестников возвестить путь спасения к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Ибо люди не знают Тебя. Коснись их сердец. Привлеки их к себе. Благодарим Тебя наш, Господь и Христос. Слава Тебе. Благодарим Тебя наш, Господь, за любовь Твою безмерную, за Сына Твоего, Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Слава Тебе наш, Господь. Слава Тебе, милосердный. Благодарим Тебя наш, Спаситель. Господи, прикрой наготу и бесстыдство людей. И скажи им, что смех их обратится в плащ и рыдание. И блажены плащущие, ибо они утешатся. И всякую личину, всякую маску сорвет Господь. И люди увидят друг друга, какие они есть. Сколько срама и бесстыдства было сделано в жизни. Приведи их к покаянию, ко святому крещению, в котором даруешь прощение грехов. Слава Тебе, будь милостив к нам, Владыка. Хвала Тебе, Матерь Божия. Покрой нас самофором любви Твоей. И люди, потерявшие образ Божий, они покорились дьяволу, исполняют его волю. А он тащит их в огонь вечный, в гену огненную, где черни умирает и огонь не угасает. Просвети их разум духом Твоим святым. От сквернословия, от блуда, прелюбодейства, избави их. Они не понимают этого, а что знают, как скоты, тем расслевают себя. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе вовеки. Благодарим Тебя, наш Спаситель, за эту святую возможность возвестить людям о скором Твоем пришествии, о гневе Божьем, грядущем на вселенную. Слава Тебе, Боже наш. Так и перед потопом люди издевались над посланниками Божиим, над Ноем. Но пришел конец, и земля разлилась по всему лицу земли. Так будет и в последнее время. Огонь пожрет нечестивых. Аллилуйя. Господи, слава Тебе. Господи, благодарим Тебя. Пусть наши молитвы достигнут престола Твоего, Божий. Не оставь наследие Твое, благослови. И пошли добрых миссионеров, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести путь спасения. Аллилуйя. Слава Тебе. И вот они рушатся, И Ты сокрушаешь под ноги себе Целые народы, не знающие Тебя. И это называли Святой Русью. Все покрыто погонью. Прелюбодея, раздетая, Скверно мира затопило этот мир. И ожидает их огонь вечный И гнев Божий. На бесконечные веки Все блудники, прелюбодея, Табакуры, развратители пойдут. А нас помилуй, Господи. Мы благодарим Тебя И горе смеющимся ныне, Ибо вас плачут и возрыдают. Гнев Божий возгорится вскоре. Блаженны плачущие, Ибо они утешатся. Хвала Тебя, наш Господь. Ты позволил нам спуститься В эту глубину ада И увидеть всю мерзость, Какой дьявол покрыл землю русскую. Прости нас, Владыка, И помилуй. И вразуми правителей, И они будут отвечать за это. Ты открыл дверь свободы греху. Аллилуйя. Аминь. Благодарю, Господа. Все.